Охрана с пустыми карманами у секретной службы США, которая отвечает за безопасность Трампа и его семьи, досрочно закончился бюджет. Слишком много потратили. Что будут делать? Дмитрий Анопченко знает все детали. Охрана встает охрана. Впору затянуть офицерам, прикрепленным к Трампу и его семье. И действительно, у них сейчас куда больше работы, чем было при Обаме. Практически каждые выходные президент улетает из Вашингтона, отправляясь в свои резиденции во Флориде, Нью-Джерси или Вирджинии, и охрана летит за ним. А еще дочки Обамы сидели дома, а дети Трампа по всему миру устраивают бизнес-туры. И по закону их тоже необходимо охранять. И все командировки, в том числе и зарубежные, за госсчет. При Обаме такой привилегией пользовались всего-то три десятка человек. Но теперь у секрет-сервис сразу 42 охраняемых лица, в том числе 18 членов большой семьи Трампа. Поэтому не мудрено, что деньги-то и закончились. Дошло до смешного. Тысячи агентов уже задолжали зарплату и командировочные. А на дворе еще только август. Вроде и экономили, как могли. И даже из Трамптауэра в Нью-Йорке, где еще со времен предвыборной кампании арендовали кабинеты, съехали. Но бюджет все равно проели. Одна из причин в отношении американцев к новому президенту. Никогда у Белого дома не было столько протестов. Вот количество секьюрити и увеличили, выводя людей сверхурочно. Или вот еще один пример. При Обаме туристы могли подойти просто к ограде Белого дома. Но после избрания Трампа, когда несколько протестующих попытались перепрыгнуть через решетку, мол, чтобы пообщаться с президентом и лично высказать ему свое недовольство, радиус увеличили, меры безопасности усилили. А это тоже требует денег. Просить их теперь будут у Конгресса, мол, примите бюджетную поправку, чтобы 1400 агентов секретной службы единоразово получили все, что им должны. А еще под шумок президентская охрана просит поднять им зарплаты. Хотя бы до 15 тысяч долларов в месяц. Дескать, перерабатываем. Но для конгрессменов, с которыми у Трампа и без того непростые отношения, все это гарантированно станет поводом не пожалеть секьюрити, а лишний раз обрушиться на президента с критикой, которой и без того хватает. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.